Многие охотники помнят время, когда экипировки совсем не было. На охоту шли то в тулупах, то в бушлатах, а некоторые счастливчики шли в армейских камуфляжах. Как сделать правильный выбор, на что обратить внимание, мы поговорим сегодня. Типичная ситуация. Вы долго идете с ощутимой нагрузкой, вам жарко, вы потеете, а потом сидите в заседке или на вышке, и ваше тело замерзает. Собираясь на охоту, важно помнить о принципе трех слоев. Нижний слой должен отводить влагу от тела и сохранять его сухим. Средний слой должен сохранять тепло и отводить влагу от нижнего слоя. Внешний слой, сохраняющий вас от ветра и дождя, при этом отводит потоотделение наружу. В качестве первого слоя вы можете приобрести термобилье. Оно бывает разное, для ходовой охоты и для засыпки. В качестве второго слоя вы можете приобрести одежду из флиса. Это флиса, это флиса, жилеты от разных брендов. Флис имеет малый вес, хорошо дышит, даже будучи влажным, хорошо греет и при этом имеет прекрасный эстетический вид. Особое внимание стоит обратить на одежду для внешнего слоя. Это должна быть одежда с мембраной, которая дышит, отводит влагу, защищает от дождя и ветра. Одежда известных мировых брендов отличается качеством и функциональностью. Покупайте одежду для охоты и она будет работать на вас. Покупайте одежду. Покупайте одежду.